А мы разберем еще Еще один вопрос. Обычно еще вопрос задают именно по физиологии, а физическому здоровью. Вот в наших пособиях, на 30-й странице, там есть прям целый вопрос. Как заботиться о своем физическом здоровье при ВИЧ-статусе? Эти вопросы тоже задаются. Ну и тут обязательно, конечно, нужно до людей донести следующее. Ту информацию, о которой мы говорили, что вот этот период, когда не проявляются симптомы, напрямую зависит от духовного состояния, от того, человек верующий или нет. От наличия нормальной, хорошей работы у человека и в хороших отношениях на работе. И о том, как он заботится, от того, как он заботится о своем здоровье. Вот. И тут как раз вот важно понимать, что нужно правильно питаться. Тут прям, знаете, как в этой, есть специальное приложение рекомендации по питанию для людей, живущих с ВИЧ. Ну там просто обычные рекомендации по здоровому питанию. Диеты какие-то. Да. Правовая защита людей, живущих с ВИЧ. Потому что, естественно, духовное и душевное такое спокойствие зависит напрямую от того, насколько человек чувствует себя защищенным, живя в обществе. То есть неплохо было бы, если вы тоже с вами знали, где какие статьи в нашей Конституции обеспечивают правовую защиту таких людей. Такие статьи уже есть, внесены. И вот как важно упражняться, физические упражнения. То есть призывайте их. Мы знаем, что, может быть, кто-то считает это недуховным ходить в спортклубы, плавать в бассейнах, заниматься, там, скажем, танцевальными какими-то упражнениями. Но люди, которые живут с ВИЧ-пизмом, которым нужно поддерживать иммунную систему не потому, что им это хочется, а потому, что им это надо, может быть, нам нужно как-то свои вот такие вот... Помочь им в этом, стимулировать их. Да. Заниматься своим здоровьем. То есть, во-первых, бережно относиться к здоровью, то есть посещать врача. Вот эту диету, которую предписано, соблюдать обязательно. Если уже применяют терапию антиретровирусную, то обязательно соблюдать ее. Но кроме этого еще и заниматься упражнениями для поддержания иммунной системы. Да. Ну, такие вопросы. Можно ли загорать? Вот сейчас у этого пособия вышла, как выходит, вторая переработанная версия его. А там уже включены такие вопросы, которые в последнее время стали насущными. Можно ли иметь домашних животных? Потому что действительно этот вопрос встает, много спрашивают, и как бы есть много-много разных мнений. То есть, пришлось ввести еще такую главу. Что делать, если тебя кошку поцарапал там, или собаку писал? Да, и вообще, можно ли вообще иметь домашних животных или рыбок, например. Как бы считается, что рыбки безопасны, а оказывается, вот нет. Гораздо опаснее, чем кошка. Да, каким образом этот риск свести до минимума. Ну, оказывается, тоже нужно знать. Понимаете? И вот, ну, и для того, чтобы как-то облегчить работу, как консультанту, так и самим людям, которые живут с АЖВС. Вот организация АСЭТа, ИСААК, они попросили как раз нам помочь сделать это пособие. И это пособие вот сейчас, в общем-то, максимально практично, как нам видится. Видимо, идет как в помощь. Вот если девушка, да, ВИЧ, положительная, родила ребенка, да, уже год ребенок как бы признан врачами не больным, ну как, здоровым. Подождение. Здоровым. До какого периода вот это, врачи могут конкретно сказать, здоровый-то ребенок и нет? Я слышу, что говорят, что до трех лет якобы, еще неизвестно. До полутора. До полутора-двух лет. То есть ребенок рождается с антителами матери. Что такое антитела? У нас сейчас все наши анализы, которые проводятся в России, ну, подавляющее большинство, если вот просто прийти в поликлинику, сдать анализ на ВИЧ, то определяет не ВИЧ, а наличие антител в крови против этого ВИЧ. Вот если антитела есть, значит предполагают, что и ВИЧ точно есть, потому что есть антитела. Это естественно. Если антитела нет, значит и ВИЧ может быть и не быть. А ребенок рождается с антителами матери. Потому что у него же кровь матери. У него кровь матери пока еще циркулирует в нем. И до полутора лет невозможно определить, это его антитела. Или матери. Или пока еще матери остались. И только в два года можно поставить диагноз, и если антител уже нету, там в полтора года нет, в два нет, в два с половиной его просто снимают уже с учета. Но обычно рекомендации такие, что каждые полгода, то есть в полгода первые берут у ребенка анализ на наличие ВИЧ, потом в год, потом в полтора года. То есть это анализы берут. Но конкретно сказать, да, диагноз положительный или да, отрицательный, вот только после полутора-двух лет. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Перемены не дива, жизнь прихотлива, и норов судьбы суров. Вот рассказ о превратности к жизни, правдивый, в горах блестяных ледников. Жил барашек, чья шубка тонка и мягка, и бела, как мука, или как облака, он гордился собой, зазнавался слегка. И пускался от радости в пляс. И бывало соседи сойдутся вокруг, что за стук увлекутся, пляжут, смеются, и весельем полнится лук. Толикавдорог. Толикавдорог. Повезло, как раз в тот день, в горы пустился великий кролень. Герою страдальца утешить не лень. Тормознул и барашка спросил. Ты что, грустный пельмень? Ах, я был красив, и я был редив, и я танцевал под веселый мотив. Но руну обгорнали меня, не спросив, и бросили здесь, без стыда заголив. Вот-то прошел див, а соседи тут же в крик. Ну-ка, брысь! Я малорозовый, жалокый лыс. Лыс, лыс, и что же, что лыс? Плевать на мнение, крыс. Ни к чему эти нюни, ищи позитив. Хоть лыс стрижен, ты главное жив. Сегодня везет, завтра наоборот. Но надо с надеждой смотреть вперед. Ведь ты не калека, копыта крепки. Остается поставить на место мозги. О танцах былых нам, что говорить? Но ты можешь слететь легко, воспарить. Ножку поднимешь, повыше и вбок. Танцевать готов ты танец, прыг-скок. Прыг, прыг и прыг-скок. Прыг выше всех, скачи налегке. И к небу тянись в каждом новом прыжке. Ножку поднять, чуть выше и вбок. Пришла весна, стрижки сезон. И вновь в плесуна погрузили в фургон. Для барашка опять был печаленный ток. Но пошел ему впрок урок. Вот он скок, скок, скок и поскок. Да, жизнь не мед, падение и взлет. Но пока есть кроление, надежда живет. Знаете, нам показалось замечательный мультик. Прямо вот в точку про ВИЧ спит. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари.